Все это делается очень медленно, тихо, не спеша. Ну вот так вот, таким мотором. Телевещанин Анатолий Беляев вырезает очередной наличник для своего дома, который больше напоминает сказочный терем. Ускользающую красоту, ремесло, украшение русской избы мужчина осваивал самостоятельно. Работа, по словам мастера, очень кропотливая. Если делать так, его скрупулезно гладить, чистить, конечно, уходит дня два-три на одну штуку. Впрочем, не только украшения, но и сам дом Анатолий строил своими руками. Сам рисовал, не так устроил. Строили, да. Три пенсионера поставили очень быстро, до полтора месяца. Любимая супруга Анатолия, Татьяна, тоже творческий человек. Хозяйка дома занимается озеленением территории. На приусадебном участке у них растут более 30 видов растений. Вот эти цветы у меня привезены были, наверное, скорее всего, с коми я привезла. Называется, ну, бабушка-соседка, цап царапыч, ну, так богато вроде, кто что говорит. В этом году у меня зацвели, можно сказать, как говорят розы, но пахнет изумительно. В своё время Татьяна поменяла городскую суету на сельскую тишину и спокойствие. Более 30 лет женщина проработала в Наринмаре строителем. Когда вышла на пенсию, решила переехать в село и не пожалела. В деревне, мне кажется, всегда есть работа, всегда соседи, всегда с кем-то поговоришь, поболтаешь. Куда-то прогуляешься, бывает, и в клубы ходим, тоже вечера нам очень нравилось. В городе можно прийти после работы, путеверку в середину, в телевизор и сидеть. А в деревне это не сделаешь. Вот сейчас буквально сделал веники, надо на зиму. Делу Анатолия Филипповича и его супруги действительно много. Сегодня мужчина встречает больших гостей. В село с рабочим визитом приехал в Рио губернатора Юрий Бездудный. Он встретился с телевизчанами и посетил главные объекты села. Один из них – животноводческая ферма. Здесь живет так называемый молодняк. Каждый год телят привозят из Наринмара. Они здесь по группам разделены и растут. И уже стельная нитеря уходит снова на комплекс. В Наринмар? В Наринмар. А почему именно сюда привозите? Там есть Наринмар? Там у нас только двойная стада, там нет помещений для выращивания молодняка. Сейчас на ферме выращивают порядка 350 голов. Кроме молодняка, здесь планируется содержать дойное стадо из 80 буренок. Это позволит получить дополнительно 400 тонн молока в год. По словам директора Ниницкой агропромышленной компании Анатолия Чудучина, увеличить надою удастся, когда достроят второй корпус и объект будет полностью сдан подрядчикам. На сегодняшний день официально он не сдан в связи с тем, что у нас идут суды с подрядчиками. Подрядчик свои обязательства не до конца все выполнил, поэтому я думаю, что будет это сдача, то будет и так, я бы, но я бы этого здания. Второе здание, видели, что там на сегодня только фундамент, оно не строится. Должен с подрядчиком. Три суда мы выиграли, четвертый суд сейчас, и я думаю, тоже все это кончится, ну, а я бы, но я бы, но я бы, но я бы, но я бы. С персоналом есть какие-то проблемы? На сегодняшний день рабочих всех хватает. У нас работает, ну, уже коллектив-то состоявшийся, поэтому вопросов нет. Слаженный коллектив и у сотрудников ФАПа. В этом убедился глава региона Юрий Бездудный, пообщавший с работниками учреждения. В отличие от агропромышленной компании проблем с помещениями у медиков нет. Мы считаем, что у нас здание по хобобу, наверное, из медицинских учреждений чуть ли не самое лучшее. Потому что, в общем, такое же построено в Номиносе, но в деревянном исполнении. Нам повезло, нам построили в Каменном. Просторные кабинеты, прививочный, процедурный, стоматологический. Всего 600 квадратов. Есть необходимое оборудование для успешной работы. Ну, по оборудованию бы я сказала, что, в общем-то, все замечательно. Вот с этого года у нас есть и медицинская установка. Мы в любой секунду, днем и ночью можем связаться с санитарной авиастанцией, с врачом любым, с отделением любым. Не хватает в плане аптеки продажи именно лекарств. В последние годы стало очень все печально. Мы ждем, когда произойдет это оздоровление, о котором говорят в Ненецкой фармации. Еще один объект, который посетил Юрий Бездудный – сельская школа. Она была построена за счет средств бюджетов трех уровней – федерального, окружного и муниципального. Духэтажное здание общей площадью более 3000 квадратных метров рассчитано на 100 детей. В новой школе светлые классы, столовая, большие спортивные и актовые залы, специализированные кабинеты для девочек по кулинарии и шитью, а также мастерская для мальчиков. Гордость телевисочная школа «Кабинет труда». Здесь находится новейшее оборудование для обработки дерева. А также здесь можно посмотреть и готовые работы юных мастеров, которые, кстати, на региональном уровне занимают призовые места. Сейчас в школе полным ходом идет подготовка к новому учебному году. Есть проблемы с подрядчиком. Сейчас у нас много будет устраняться до начала учебного года. Будем покрывать полы. Все такое по мелочам. Дальше делегация направилась до школьное образовательное учреждение. Детский сад тоже активно готовится к первому сентября. В новом учебном году сюда придут 48 детей. У нас по плану идут покрасочные работы уличного инвентаря. Это детское оборудование, площадки, игровые зоны. По плану еще идет у нас ремонт пищеблока. Пол меняют у нас, поднимают, пошел, просел. Помимо образовательных и медицинского учреждения, фирмы в селе работают цех космической связи «Орбита». Магазины, есть библиотека. Гордость поселка – социально-культурный клуб «Престиж». Именно здесь прошла встреча с телевизчанами. Мне очень понравился поселок. Он действительно такой современный, модный. Социальные объекты совершенно потрясающие. Мы были в амбулатории. Пожалуй, одна из лучших амбулаторий в округе. Школа. Хорошая школа, современная школа. На 100 учащихся. Всего обучается 67. Есть определенные резервы по местам. Детский садик требует определенного ремонта. Сейчас делается капитальный ремонт в детском саду, в пищеблоке. Удивил дом культуры. Увлеченный человек работает, Галина Александровна. И во многом, наверное, на энтузиазме ее держится этот дом культуры. Поэтому самые лестные отзывы. Увлеченных и влюбленных людей в селе Тельвиска немало. Недаром говорят, кто полюбит деревню однажды, разлюбить не сможет. Конечно, деревню тянет. Она деревню не отпускает. Так что деревня для меня, наверное, это основа жизни. Тут мне все знакомо. Тут мне как-то все радует. А в городе я пожил 8 лет. Не хочу. Здесь я свободен. Я свободен мыслью, творю. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, Телеканал «Север».